Здравствуйте, друзья! И не друзья, тоже здравствуйте! У нас в Ростове случился гигантский скандал. Дело в том, что местное движение НОД, национально-освободительное движение Ростов-на-Дону, устроило провокацию, наезд на нашего губернатора, который открывал памятник Жванецкому. Что произошло? Что Жванецкий – это великий русский писатель, который много чего хорошего написал и сказал о России. Но существуют фейки. Во-первых, то, чего никогда он не говорил, приписывают Жванецкому. А во-вторых, то, что он, может, и сказал, интерпретирует так, что как будто он русофоб. И отделение НОД, ростовское, накануне установки памятника, написало в своем телеграм-канале НОД за Путина Ростов-на-Дону, что они против установки памятника русофобу. А когда губернатор открывал этот памятник, одна активистка сказала, что он мечтал сравнять Россию с землей. Представляете, да? Такая вот неадекватная женщина, он не так говорил и вообще не про то. И надо, надо бороться с фейками, потому что фейки приводят к таким ситуациям. Нашего губернатора заплевали в комментариях во всех пабликах, везде, где только можно. А пресс-служба Голубева отключила комментарии в ВКонтакте, в Телеграме. То есть люди, которые начали массово писать, а это было организовано, НОД массово устроил атаку, нарезал видео с активисткой и стал распространять, как она к губернатору подходит. Ее там задержали, поэтому они там еще писали, что вот несчастную женщину за вопрос губернатора. Губернатор Ростовской области Василий Юрьевич Горбин. Здравствуйте, а я хотела спросить, а никого не смущает, что устанавливается памятник русофобу, который ненавидел Россию, мечтал сравнять ее с землей? Выступал, выступал. Это его прямая речь, вы ознакомьтесь, пожалуйста. Он хотел сравнять... Я его жена никогда. Да что вы говорите? Да никогда. Ну то есть, а что он сделал для Отечества, чтобы вы ему ставили памятник? Это ваши инициативы или это частного лица какого-то? Михаил Михайлович много сделал для Отечества. Поэтому наши люди, те, которые воюют сейчас, они не хотят возвращаться, они хотят этим заниматься дальше. И я бы сейчас, мне кажется, как вот моя мечта, разровнять место, где была Россия и построить что-то новое. Когда происходили здесь события на Майдане, о чем вы думали? Вам нравилось то, что здесь происходит? Или вы чувствовали какой-то флаг? Нравилось. Я видел людей. Я видел народ. Я давно не видел народ. Вот так. Сижу за решеткой в темнице сырой. Посадили в ЗАГ за то, что... На улице Пушкинской, поэтому, видитесь, на улице Пушкинской установили памятник русофобу и ненавистнику нашей страны. И сейчас меня везут в отделение. Якобы там я что-то нарушила. У меня никаких нарушений нет. Но вот так вот товарищ Сырков не пропустил. Наверное, или кто там это мимо. И, короче, устроили просто истерику, при том, что Нот, извините, это кто такие? Это у них лидер, член Единой России. А Путин в своем соболезновании Жванецкому семье писал, что мы сохраним добрую память о Михаиле Жванецком. То есть это фантастика какая-то. Люди, которые за Путина, значит, такие берут и против Путина, и против Голубева, и против вообще всего, потому что он русофоб. А русофоб он только на основании фейков, которые о нем пишут. Понимаете? Фейки. Ну, самый такой тупой фейк, что он назвал Крым, присоединение Крыма к гадостью. Ну, этого вообще видео нет. Он такого не говорил. Если даже говорил, я просто не нашел, может быть. Но я нашел источник, где какой-то блогер говорит, ну, со слов Жванецкого, мы сделали им гадость, они сделали нам гадость, мы сделали им гадость, они сделали нам гадость. То есть он говорил про Россию с Украиной, и вот на основе вот этого вот кто-то выкрутил, что присоединение Крыма это гадость. Ну, кому гадость, да? Украине, наверное. А может, вообще этого не было. То есть я источника не видел видео. Далее, совершенно тупой фейк, вот просто тупой фейк. Давайте я сейчас покажу кое-что. Значит, у меня есть книжка, гляньте. Это моя, я ее купил. Вот, автограф Жванецкого. Смотрите, какая дата. 30-го, 11-го, 09-го он концерт давал в Ростове-на-Дону. Это ваш папа Анатолий Васильевич, а это ваш автор. То есть я папе эту книгу купил. И он мне автограф оставил, я жал Жванецкому руку. Это живой, настоящий человек был. Он приезжал в Ростов, его сильно любит. Так вот, не обвиняйте, что я Либерда, что я там, не знаю, Заголубева, что я еще какой-то там. Не надо, пожалуйста. Вот тут у нас мы говорим о творчестве, о писателе. Понимаете? Второй фейк, который разгоняют о Жванецком, это что Жванецкий дал интервью Гордону после Майдана. Да, да. Представляете, он говорил, что на Украине я не видел фашизма, а в Москве я видел фашизм. А что люди вышли мирно, значит, им понравилось, что в Киеве люди вышли мирно. Ну, понимаете, что это было? Это был не 2014 год, это был 2006 год. Понимаете разницу? Вот что это за видео? Это видео 2006 года, где он с Гордоном разговаривал. И тогда в Москве были марши националистов. Русский марш, который проходил с 2005-2006, пока их не запретили. Половину этих организаций запретили, которые проводили русский марш. А еще в Москве существовал рынок черкизон. И была этническая преступность. И эти русские марши, они были ответом на все вот эти опасения москвичей, понаехавших. Понимаете? То есть у нас была такая страна в 2006 году, когда национализм был. И давайте не будем спорить, потому что это был 2006 год. А видео с Жванецким 2006 года, когда он с Гордоном разговаривает. У нас, вообще говоря, не понимают молодые люди. Они думают, что вот Украина всегда была нацистской, а мы всегда были такими добрыми. Нет. Нет. У нас с этим борются, но борются, ну, как бы, где-то с 2008 года все позапрещали. Почему мы, собственно, поддержали чисто морально инициативу ростовчан, замотавших голову памятнику Жванецкого? Мы просто вспомнили интервью и часть его заявлений про Россию. Давайте послушаем. Когда происходили здесь события на Майдане, о чем вы думали? Вам нравилось то, что здесь происходит? Или вы чувствовали как-то Бог? Я видел людей. Я видел народ. Я давно не видел народ. Я хочу еще что сказать, в чем еще разница. Москва, для меня, это сосредоточие театрально-литературного мира. И в то же время, чем отличается от Украины, в худшую сторону, озлобленное почему-то население. Россия для русских. Здесь слышна Украина для украинцев или нет? Почти нет. Почти нет. Вот озлобленность, которая непонятно почему происходит так. Так она ярко в России. А ты чувствуешь это по себе. Чужие и не чужие. Свои и не свои. Вот это идет преследованно по всему фронту. И дело не касается уже евреев, а касается как-то всех. Как странно. Как все время бродит фашизм. Бродит, 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 бродит. Поэтому вопрос Путина или не Путина менее волнующий. Да, что-то добродил-то он в итоге не у нас. И Украина для украинцев слышна еще как. Просто. Да, да, да. Очень интересная форма изъявления своих мыслей тогда. Ну, слушай, знаешь, я уже уточнил, да, национальность Михаила, да, Жванецкого. Какой год, кстати говоря, был этого интервью и на агенту, экстремисту, террористу и подонку Гордону? Следующее видео. Пусси Райт. Жванецкий поддерживал Пусси Райт. Давайте расскажем про Пусси Райт немножко, кто не в курсе. Значит, это история 2012 года, когда Пусси Райт пели в Храме Христа Спасителя. Ну, вот выходка, конечно, мерзительная, и все это сказали. Но, как бы, всех людей культурных спрашивали. И многие подписали письмо в поддержку Пусси Райт. А письмо было такое. Мы не поддерживаем Пусси Райт, они совершили, ну, как бы, серьезный проступок, и мы их не поддерживаем. Вот. Но мы считаем, что статья уголовная, которую им предъявили до 7 лет лишения свободы, это слишком строгая статья. То есть, их надо наказать по другой статье. Понимаете? То есть, там до 7 лет грозило просто вот за этот вот перформанс. Ну, правда, там перформанс был политический, там было про Путина и так далее. То есть, ну, деятели культуры, их всех спрашивали, они многие подписали письмо. И Жванецкий числится в списках подписантов. Даже если он подписал, там такие люди, как Федор Бондарчук, там Николай Цискоридзе, там Эльдар Рязанов, понимаете? То есть, они пишут, что девушкам надо меньшую статью дать, не 7 лет которая, понимаете? Вот о чем было это письмо. Поэтому то, что там может быть Жванецкий в этом списке, а может и нет, может это фейк опять, то, как бы, это вообще ничего не значит, понимаете? Потому что там есть люди, которым вы руку жмете. А сейчас я слышал, священнослужитель один заявил, что сторонники пусть и рают. Какие сторонники пусть и рают? Мы же не говорим о том, что они сделали. Нельзя быть сторонником того, что они сделали. Но во всяком случае, жалеть их, милосердие проявлять-то нужно. Сторонники отмены смертной казни, не есть же сторонники преступников. Когда президент сказал, что надо проявить милосердие, ну, какая-то надежда появилась. И она же первая умерла. Ну, суд показал полную независимость свою. Очень. Разрешите ваши аплодисменты считать за одобрение того, что я сказал. Это тончайшее наблюдение за нашим судом. Не каждый проявит такую вот наблюдательность, как я. Но я так смотрю, сколько людей занимается расколом. С какой радостью. С какой радостью люди занимаются этой ненавистью. Где мысли и идеи людей, которые бы сплотили. Которые бы поговорили, ну, действительно, о милосердии. Или просто о нашей сплоченности. О том, что мы друг друга, ну, между верующими и неверующими. Но никакой же вражды нет. Почему вдруг поднимать этот вопрос, когда по-настоящему никакой вражды нет. Другое дело, когда я смотрю вот эти, там, Арабскую весну, смотрю на лица этих людей. Они тоже не могут объяснить, чего они хотят. Вот они хотят жить как там, и немножко как там. И чуть-чуть вот еще оттуда нельзя. И вообще жить, и в общем-то жить как там, но чуть-чуть отсюда. Было бы, конечно, хорошо. Мы тоже хотим жить как там. Но сейчас мы находимся в таком диапазоне между построением и разрушением. Люди хотят что-то рушить. Я им предлагаю. Пожалуйста. Но прежде чем порушить, давайте построим. Потому что сейчас разрушать нечего. А потом можно получить удовольствие. Все, я заполчал. Ну и последний фейк, самый такой дебильный, извините. Это когда Жванецкого, Жванецкий говорит, моя мечта разровнять то место, где была Россия. Моя мечта разровнять то место, где была Россия. Это было сказано в 2012 году в передаче «Дежурный по стране». И там была, ну как бы первая часть была про митинги в Москве, которые были в 2011 году. Про выбору. Снести говно, а построить нормально. Да. Да. Это было, во-первых, в момент перед выборами. А потом, ну потом, эта фраза имеет продолжение. Эта фраза имеет продолжение. Потом построить сильную Россию, такую, какие люди здесь живут. Разную и веселую. То есть, Жванецкий предлагал построить сильную Россию. И знаете что? И тогда и Путин, и Медведев все были, как бы, и строили новую Россию. Знаете? И Медведев, и Путин. Тогда президент был еще Медведев. Но это было перед выборами 2012 года, когда снова стал президентом Путин. Так что разгон этого фейка, ну он такой. Как бы, очень такой возмутительный, конечно. Но надо эту передачу смотреть полностью от начала до конца. Вот начиная с первой минуты по 43-ю минуту. Там, где еще ответы на вопрос. И вот это все. Разровнять, построить страну, сильную Россию. Разную, веселую. Такую, какие люди в ней, которые с трудом живут на этой земле. Спасибо за внимание. То есть нельзя предъявить Жванецкому никак, ни в каком виде, что он русофоб. Понимаете? Нельзя. Но давайте посмотрим, что произошло. А произошло следующее. Значит, редакторы пабликов, которые хотят больше просмотров, больше комментариев, больше лайков, больше активности. Давай, давай вбросим эту тему и пусть народ срется. А редакторы новостей Крым, Крым24 телерепортаж выпустил. Это вообще кошмар какой-то. То есть им абсолютно на Путина плевать. Понимаете? Когда Путин писал, мы сохраним добрую память о Жванецком. Государственный телеканал гадит вот так. В одном из интервью Жванецкий назвал гадостью возвращения Крыма в Россию. А в выпуске собственной авторской программы дежурный по стране как-то раз проговорился о своей мечте. Разровнять место, где была Россия и построить что-то новое. При этом урожденный Одессит всегда считал своим вторым родным городом Ростов и открыто об этом говорил. И потом еще нодовцы. Нодовцы не успокоились, не угомонились. Они сняли большой фильм, интервью с этой активисткой. Вот какая она молодец, какая она смелая. Но, но там аккуратненький был вопрос в конце. А типа это ваша позиция или позиция нод? Она говорит, это моя позиция. То есть понимаете, уже сливают эту тему нодовцы. Потому что представляете, что они натворили, да? Но это было целенаправленно. Они рассылали это видео по всем пабликам. И последнее, что есть такой канал Царьград. Вот Царьград, это эти самые националисты, которые проводили русский марш. Вот. И они каким-то образом, ну в том числе такой Егор Холмогоров есть, пишут о Жванецком. Вот эти гадости фейки распространяют. Пять статей написали на своем сайте про памятник Жванецкому русофобу. Понимаете? А еще там российская газета более-менее нейтральная. А потом началось еще кое-что. Значит, каждая СМИ со ссылкой на другое СМИ, которое написало фейк, пишет. Вот эта СМИ написала такой фейк, эта СМИ написала такой фейк. Но они не пишут фейк. Они просто гадость, понимаешь, которая называется фейком. Значит, со ссылкой на другое СМИ. Как будто я должен перейти на другое СМИ и у них прочитать правду. Ну, понимаете, вот началось просто вот такое вот. А пресс-служба губернатора молчит, молчит, молчит в тряпочку уже пятый день. Нет, четвертый. Сегодня суббота, вторник это был. И все, и блокирует комментарии. То есть они даже не написали статью с разоблачением каждого из этих мелких фейков. Они не смогли это обосновать людям, объяснить, почему же мы все-таки поставили памятник русофобу, да, что он не русофоб. А они сидят и молчат, понимаете, просто вот закапывают нашего губернатора, который плохого не сделал, ничего. Я понимаю, там было до этого, значит, открывали памятник Врангелю и Краснову в Ростове. Потом их закрыли, их убрали. Так облажались, просто вообще стыдно, да, такое делать. А вот это третий памятник Жванецкому. И все уже напряжены, какому еще, да, откроют памятник. И тут Жванецкий, ну, конечно, да, все кинулись обсирать нашего губернатора. Хотя в этом случае губернатор полностью прав. Жванецкий лично бывал в Ростове много раз. С Ростова на Дону началась его карьера. Потому что после Одессы, ну, в Одессе он там особо не занимался ничем, он был неизвестный. А в Киеве тоже у них не получилось. То есть в Ленинграде они работали с Райкиным, но очень быстро они, ну, как бы с ним расстались. И им надо было куда-то ехать, а у них не было материала репертуара. Они накатывали репертуар в Ростовской области, понимаете. Им в Ростове обещали квартиры после того, ну, успеха, который здесь был, понимаете. И каждый раз, возвращаясь в Ростов, Жванецкий об этой истории рассказывал, что вот мне в Ростове предлагали квартиры какой-то был грандиознейший соблазн. То есть они как бы никто еще, но там немножко с Райкиным работали, да. Но, ну, ну, понимаете, квартиры в Ростове, да, выбирайте где хотите. И потом, и потом еще Жванецкий неоднократно приезжал, писал. И я сейчас покажу цитату, цитату Жванецкого. Для меня Ростов, город номер один по юмору, пониманию, по интернационализму. Вот я с него начинал, я им продолжаю. Когда что-нибудь пишу, мне очень хочется проверить это в Ростове-Жванецке. То есть сама фраза, и всегда он приезжал с новым репертуаром именно в Ростов проверять, что у него получилось. Смешно, не смешно, да. Ну, как мы понимаем, не всегда получается смешно. Иногда он серьезные вещи говорил, но пытался с юмором, как бы, харизмой свои объяснить. Все, друзья. И не друзья. До свидания. Я, в общем, рад, что, в общем, рассказал вам это все. Может быть, ссылки подставлю в это видео, чтобы вы могли посмотреть видео со Жванецким. Если найдете фейки, пожалуйста, тоже пришлите эти фейки и их разоблачения под видео. Потому что, ну, просто обосрать писателя, о котором президент говорил, что мы сохраним его память, да, и доброе имя. Ну, это какая-то, знаете, дичь полная. То есть, причем фейками, да, которые они же сами и придумали. Все, пока. Помню, я тут на дежурстве говорил о том, что хорошо бы, чтобы в зале, в зрительном, где я там выступаю, было больше инженеров, ученых. Появилось постановление? Есть постановление. Потом я говорил, хорошо бы, чтобы на месте этой страны, вот пока так идет все, падает, горит и взрывается, построить новую с иголочки, там, как Южная Корея, как Япония. Пока никаких постановлений нет. Видимо, думают ребята. Пожалуйста. Вы знаете, у меня давний договор с президентами нашей страны. С одним, вторым. Они не занимаются написанием юмористических произведений. Я не пишу политических воззваний. И каждый до сих пор придерживается этой установленной позиции. Более-менее. Я не лезу, как-то не взбираюсь целеустремленно на трибуну, потому что я могу говорить только так, как я сейчас говорю. Я не могу, там надо говорить другим языком, когда ты стоишь на трибуне. Я не могу. Я хочу говорить то, что я хочу. И хочу писать то, что я хочу. Я непрерывно читаю Антона Павловича Чехова. Вот взял и описал просто население небольшого городка. Самых разных людей. Вот если бы не было его, кто бы это писал? Если бы он все время занимался стычками с властью. Если бы он все время занимался этими разборками. Что бы он тогда написал? У него была бы другая профессия. А так у меня есть такая специальность и есть в ней кое-какие накопления. Если что-нибудь изменится, допустим, вот то, что мы говорим в сложное время, какие-то потрясения, то мы сегодняшний день все равно будем вспоминать, как светлый. Если ничего не изменится, мы опять сегодняшний день будем вспоминать, как светлый. В общем, ввиду того, что положение безвыходное, поэтому я счастлив. Ну, ребятки, что тут, конечно, можно сказать? Вот о чем вы нас спросили? О том, что люди считают свою жизнь достойной. Люди оптимистичны очень. Оптимистичны, конечно. Ну, если серьезно. Что, нас пугает кризис? Пугает? По-моему, нет. Мы живем всю жизнь от невыносимой жизни, да очень тяжелой. В этом диапазоне. Что может нас так уж испугать? Что там может пропасть во время кризиса? Еда пропадет. Машины, которые мы привели, сбережения, которые... Ну, сбережения, конечно, жалко. Но мы настолько привычны к кризисам, что это наше привычное состояние. Почему мы так хорошо воюем? Воюем хорошо не в смысле количества жертв, а быстро привыкаем к войне. Потому что от этой мирной жизни к окопам почти нет диапазона никакого. Расстояние никакого. Один шаг. Один шаг, и ты в окопе, и ты живешь почти так же, как жил. Может быть, даже лучше, потому что тебя кормят. И ты как-то с людьми. И у тебя какая-то есть возможность там где-то грабануть. А где-то там, значит, с кем-то переспать неожиданно. На бегу, на бегу, конечно. Вот. И ты мчишься с автоматом в компании таких же. Это у Киплинга я прочел. Изумительный вообще писатель. Гениальный. Железная свобода армии. Называет он такие вещи. Вот это вот железная свобода армии. И поэтому наши люди, те, которые воюют сейчас, они не хотят возвращаться. Они хотят этим заниматься дальше. И я бы сейчас, мне кажется, как вот моя мечта, разровнять место, где была Россия, и построить что-то новое. Вот просто разровнять. Ну, это уже, я сейчас опять что-то говорю такое пафосное, как сейчас говорят. Но, понимаете, если власть, вот сейчас я хорошо скажу, если власть не может возглавить, то не надо ей дать предотвратить. разровнять, построить страну сильную Россию, разную, веселую, такую, какие люди в ней, которые с трудом живут на этой земле. Спасибо за внимание.